Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 473, события дня. Еремия 32-35. Эпиграфом взято. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. На ум не приходило. Ну, это человек может говорить, это Бог говорит. На ум не приходило, то есть не знал. Да Бог заранее знал, что мы будем сегодня встречаться. Еще ничего не было. Еще ни одного человека не было. А уже дьявол был поражен кровью Христа. Говорит, победили кровью Агнца. Какого крови Агнца-то, когда ни одного еще человека на земле нету. А еще человек родится, когда 5508 лет от Адама до Рождества Христова. Надо научиться мыслить категориями Писания. Бог вневременен. У Бога нет вчера и сегодня. У Него только сегодня и вот в сию минуту только все вмещается, вся Вселенная. Ну и дальше я говорю, как по скайпу ко мне приходить можно. По скайпу можно выходить на меня с 4 ночи до 4 дня, до 16 по Москве. Кто ждет разговоров по скайпу, должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звоните в свое время без договоренности, чтобы сначала узнать, свободен я и могу ли принять. Потому что у нас идут занятия, утренние молитвы. Звонят, только пихают и нам это мешает. Вот у меня один человек сейчас, но я буду говорить из другого далекого государства. Но обычно я спрашиваю, не против, что у нас все записывается, в интернет выставляется. Да я не против. Если говорят против, я сразу выключаю и больше никогда его не принимаю. Зачем ты мне нужен, темная лошадка? Чего ты боишься? Ты говори вам о божественном и уже трясется. Ну я живу среди мусульман, меня узнают. А, вот что. Да зачем ты меня заражаешь трусостью своей это? И при том согласился, а проходит маленькое время и там что-то у него не заладилось. Теперь я прошу, уберите этот ролик. Я никогда не убираю. Это мое достояние. И проходит какое-то время, он покипятился, все, прошло. А сейчас примите меня на разговор, вчера только опять. Уже не меньше, наверное, десятков раз он. Я не могу его принять, я ему не доверяю. Не надо, напиши, я маленько пять слов поотвечу и все. Ты один раз уже показал, какой ты есть. Зачем мне это нужен? Скайпи, пишу на моей страничке, на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Скайпи, что у тебя там есть-то. Ну не на каждый ролик там с тактом что есть. У меня тут один появился, был. Ну на каждый ролик. Выходит, да еще не один раз. И меня нахваливает, нахваливает, там такое говорит. Я предупредил, не надо мне этого, он не понимает, я занес его в черный список. Больше он ко мне не появится. Искушение. Прямо искушение такое. Ну обыкновенно ничего нет, там превозносит, что-то называет. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ну это же, ничего не понимает. Притом ни фамилии, ни имени, ничего нигде нет. Бывает и положительно отзывается. Фамилия, имя там, адрес даже свой. Но он конкретно говорит. И то старайтесь в один где-то, один раз там сказал, что есть. Вот вчера мы кое-какие взяли комментарии. Александр Саведов пишет. Считай. Миром Игнатий Тихонович посчитал нужным написать вам после просмотра видеороликов с участием Романа Малыша. Создается впечатление, что он засланный человек и уж точно одержимый. Как и Никита. Только Никита замаскирован скрытно. Это вот этот, который Никита здесь считает. Тебя видно, нет? А там снимает. И дальше. Роман активно сеет семена лукавого в мы людей. А что он за кадром делает, известно Богу. Он, возможно, специально не оставил якобы мостов назад, чтоб его некуда было выселять из Потеряевки. Он собьет многих с благодатного пути Господня. Возможно, это его миссия. Если он не остановится, то впоследствии перевернет все вниз головой. Волк не приходит с миром. Местному с ним окружению необходима усиленная молитва и пост до победного. Либо он останется с ними в Потеряевке, либо с бесами. Да управит премудрость Божия, почивающая на вас. Я ни слова не добавляю, как сказали. Мы все это принимаем к сведению. Я практически все это уже говорил этому человеку. Я говорю, у тебя дух лжи. И каждый день молюсь, чтобы Господь избавил от духа лжи. Где что лживое, он всегда с ним соединяется. Там Германа, Стерликова что-то услышал. Ну и другие места. Сейчас вижу опять что-то новое. Новое, тоже лживое, оно уже на него нашло. И вот вчера я посмотрел, везде стоят маленькие мелкие ролики. Малыш Роман, то ли он, то ли нет, надо еще спросить. Там какой-то Александр, видел мытарство Александр. Но я не знаю тот или нет, у меня знакомый был один. Он якобы обмирал и все. Мошенник. Самый настоящий мошенник. И его сразу гляжу уже, то он или не он, я еще не знаю. Благодарю, кто это пишет нам. Лично я не встречался с этим, с Александром. Примерно-то вижу, кто здесь есть, приходит. Но делаем все, чтобы этого не случилось. Тоже помолитесь. Вот что сказали, совсем согласен. Согласен, то есть мне мысли такие приходили. Я это ему высказал в лицо. Но то, что он засланный в это, я в это не верю. Это нет, отпадает. Он самостоятельный человек. Но грамотежки мало, упрямства много. И поэтому всякая ложь на него садится. А вот просто, вот такие-то ученые. А ученых не было. Что бы ни сказал. А это не надо. Но не надо еще доказывать-то. Ничего не надо. То есть он нигде не сопротивляется. Ничего. Твердо, уперся в свое и все. Космонавтов не было. На Луну не летали. Кого бы я ни назвал ученых. А это все враги божьи. Да как божьи-то. Ломоносов называю. То есть для него никого нет. То есть учился на двойке. И наконец сатана поддел на этом. Другие начинают все больше знать. А здесь только одно. Ничего не принимать ни от кого и никак. Это смертельная программа. Дальше. Так, Игнатий Лапкин. А, это который журнал я показывал. Душа. Дать в журнал? Да, можно даже этот журнал. Тут вон слева. Под бумагой. Посмотри. Вот. Даже справа. Вот он журнал. Хороший журнал. Редактор его на первой странице. Подержи-ка вот так. Раски. Какие они журналы. Хороший журнал. Сорок, кажется, страниц. И на первой, на обложке, с обратной стороны, этот человек сидит. Олег Рыжков. На него было как-то преследование. Он диакон есть. И мы с ним переписываться стали. Я его искал. Я его пишу. Не было в Барнауле ваших родных, отец Олег. Да, когда меня судили в Алтайском краевом суде по 190 прим. УК РСФСР. В августе 1986 года. То свидетелем был замначальника нашей организации на работе Рыжков. Михаил Федорович. А этот тоже Олег, но Рыжков. Я ему пишу. Не было ли ваших родственников? Может, ваш родственник был? И дальше пишу выдержку из дела. Михаил Федорович Рыжков. Член КПСС. Замначальника базы, на которой работал Лапкин. Кавычки открыты. Лапкин всегда добросовестно относился к работе. Это он на суде показал и секретарь записал. А когда я освободился, я за это потребовал, закон гласил реабилитированным политическим. В том, что должен давать. Я мог хоть сколько выписать. Я оттуда многое выписал, поместил в свои книги. Был исполнительным, честным. Когда он руководил работой бригады по капитальному ремонту базы, то отдавал все материалы, оставшиеся и неиспользованными. Для них это странно было. Покраска, то другое. Материал у нас уходил в три раза меньше, чем до нас, кто работали. И в баночке останется, там маленькая. Я несу, все назад сдаю. Да куда мы это, все засохнет. Ну а можно взять. Дадут разрешение, я возьму там раму покрасить или что-то. Ремонт производился качественно, экономично. Качественно что? Без обмана. Покрытая, если крыша, то она так сейчас стоит. Все сделано качественно, экономично. То есть, они чуть не в два раза меньше нам платили. Три точки. Терпеть не мог выпивку. Это точно. К сожалению, вся его грамотность сводилась к Богу. Вот он, к сожалению, что моя грамотность к Богу сводилась. Это высшая похвала. Это в суде говорит. И говорит, это коммунист. Знаете, когда верующий, а верующим говорит, тут еще можно сказать, да вы, кукушка хвалит петуха. Но это говорит, идейный противник. Он отвечал людям на вопросы любого характера. Вот. То есть, политические, другие. Различий в его отношениях к партийным и беспартийным я не наблюдал. То есть, все уже. А я на работу иду, два тома Ленина беру, 55 томов Ленина. Я должен знать его был. А коммунисты подходят, я знаю, ссылаюсь, том, страница, все говорю. И с ним беседовал не раз. Так, Лапки никогда не производил впечатление душевно больного человека. Вот их спрашивали, он нормальный был или нет, у вас работал. Может, что-то за ковырки. Вот это я выписал, в кавычки закрытое. С работы коммунист, замначальника конторы Михаил Федорович Рыжков сказал на удивление всем искренно. Когда он окончил, я поблагодарил его за добрые, искренние отзывы. И далее пишу этому Олегу, который редактор вот этого журнала Душа, пишу. А в поселке Потеряевке, где мы теперь, основатели были из 1818 года, где мы теперь, запятая, основатели были из 1818 года Потеряевы. И за Потеряевым Иваном Нефантьевичем была Евдокия Титовна Рыжкова. Титовна. Титовна. Но святит, Павел, послание пишет к Титу. Евдокия, русское имя, каждый раз не можешь переделать. Евдокия. Тарайкин, хорошо, я понял. Там остался пруд Рыжковский, который мы в прошлом году заново восстановили, запрудили. Он так и зовется Рыжковский Северный. Так что с вашей фамилией у нас были встречи и всегда добрые, чего хотелось бы дальше иметь. Ну и дальше я ему кое-какие, он меня еще не знает, скинул там занятия какие-то с голубями. Я где-то вместе. Голуби у меня на столе, восемь голубей. Идет собрание, и голуби едят. Ну, голуби-то породистые. Так. Дальше. Чтобы он меня знал, я ему взял занятие по изучению Библии, тоже где голуби. Голубь-голубка Виктор поет. Савченко. Я с детства люблю вас. Это мои слова, а его музыка. И сам он исполняет и играет. Ну, можно хоть маленько проиграть. Потом, как вам показать-то это? Ну, просто прослушайте, а потом можно будет и посмотреть. Вот сейчас идет. Слушай. Дай там звук. Птицы есть разные, чудно прекрасны. Сокол, павли, журавли. С кличка орла, люди смелые, классные. Кулик болотный сидит на мели. Ласточкой девушку милую кличут. Курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун, стервятник, стервозных обличья. Совы бесшумны, путят ложе стук. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Кользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Разное все, кто как к пище стремится. Пение, полет, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу. Церковь невесту избрал себе Бог. Я больше не могу. Голубь, голубь, извиняюсь, разные чутки. Уберу. Ну и дальше продолжим события дня. Ну это у меня что-то голубь, голубь. Да. Чтобы могли услышать. Там что у нас еще. Подожди-ка минутку. Ну дальше я показал приезд митрополита к нам. Потеряевку. Литургия. Ну и дальше все. Чтобы он увидел, что за столом. Я проповедую в храме. И все эти. Взял ему все это скинул. Ну и дальше его прощание. Чтобы он спрашивает. А он меня в каждом... Каждый раз я ему напишу что-то. А я не люблю считать. Мне так странно. Не люблю считать редактор газеты. Ну это... Журналы. Ну просто непонятно. Я думаю, может быть как-то что-то помочь ему в чем-то материалом. Он говорит. Я вас теперь расспрошу митрополита. Ему нужна справка, документ. Когда справка, документ надо, меня тоже это уже настораживает. Как что, как ваш митрополит, а вас что скажет. Я ему от митрополита, который обо мне был отзыв на церковном бланке с его подписью. Он даже внимания на бартитуре не считает. Но я не стал ничего говорить, чтобы не оттолкнуть. И поэтому мне ничего не присылайте такого. Если есть материалы такие, чтобы можно было поместить. Я тогда ему взял к истинному православию и все оглавление дал. Там и о крещении, и о покаянии, и обо всем. И далее. Показать, какие у нас ресурсы. В первую очередь у нас, вот, ну тут много что, что-то прочитать надо. Там друзья просятся. Потом. Мой мир. Видите, я в шапке здесь. И тут есть адрес. Можно, ну спрашивают книги, что прямо зайти, тут переписка идет. Мой мир. Игнатий Лапкин. А почему у меня Игнатий один, Лапкин один? Потому что меня взломали один раз. Я начал прежний, а она не пускает система. Я тогда один поставил цифру, она меня запустила. Я это вынужден его поставить. А потом понял, что в самом деле, если зарядите там Кузнецов, Иван или Александр, у вас выйдет такая цифра, удивитесь, там 130 тысяч Кузнецовых. А Игнатий Лапкин один. И действительно, один больше нету. Я зарядил в ВКонтакте, нету. В Ютубе больше нету. Нигде нету. Я один. А имя-то известное. Игнатий Богоносец, Баллапкин тоже не секретно. Именно соединилось что-то такое, что просто нигде больше нету. И думаю, один тоже к месту. Ладно. И дальше наш форум. Вот. Наш форум. Православный большой форум. Ему 2608 день. А посещаемость небольшая. Там по 350 человек в день. Это для нас небольшая. 1600 тем. Тут много можно взять. Очень богатый. И это наши ресурсы. И православный видеоканал. Вот смотри сколько. 6560 подписчиков. Просмотров 5 миллионов 794 тысячи. Ну и всего показывает сколько роликов. 6780 примерно. И дальше нам у нас часовая. Это программа утренняя. Во свете Библии православный библейский сайт. И справа вопросы и ответы. Сейчас мы проходим ответы. Вопросы. Это семья. Мы сейчас начнем добавлять сюда. Вот она семья. И начнем насчитывать. Добавлять. Давай. Вопрос 996. Третий том открытый МОК. Когда родной брат поднимает руку на мать. Как поступить второму брату верующему? Это у меня на занятиях в университете. Я в разных университетах преподавал. По радио. В милиции вел занятия. Записки в бумажке были. Мне легче это разбираться. Я отвечаю. Ответ. Согласно этой записке уже предстоит не менее 10 версий. Ну кажется ничего и нет. Я разбираю как. Первая версия. Первая. Верующая ли мать? Вторая. Как к ней относиться верующая или неверующая? Тут тоже разница есть. Вторая. Она ли воспитывала сына драчуна? Третья. Старше ли вы этого брата и сильнее ли физически? Четвертая. Почему вы не вмешались раньше? От страха быть побитым или от того, что верующий и боитесь нарушить заповедь Божию? Какая причина? Четвертый. Пятый вопрос. Почему мать не обращается в милицию и не сделали этого вы? Шестое. Если будет суд, то не будет ли мать защищать бьющего ее на суде? А как правило, там такое бывает. Седьмое. Есть ли другие дети вам в помощь в семье? Восьмое. Где отец? Девятое. Подожди-ка. Молились ли вы о прекращении этого беззакония? Десятое. Бьет ее пьяный или трезвый? Я не просто задаю праздные вопросы, но они помогают принять правильное решение. Если бы такое случилось у чеченца, то десятилетний мальчишка зарезал бы старшего, бьющего мать, и его бы никто не осудил. Разрешите поставленные вопросы, тогда придите и вместе все обдумаем и пригласите мать, а если можно, то и брата. Вот такой ответ. Конкретно. Они просто вопрос мне задали, а я его разрешить пытаюсь. И придет он? Нет, не придет. Оказалось, что он туркмен. Вот что удивительно, мусульманин фактически. Ходил к нам на занятия, и он додумался, что печь горела, а он мать схватил ее. Что-то там такое, или брата кого-то толкал в печь даже. Это другой случай, правда, был. Я ему сказал, ты можешь попросить прощения, этого никогда не делать. Ну, а он, видимо, не отстал от этого, а я ему запретил приходить на занятия. Вопрос 1284, 4 том открытым оком. В домашней церкви ведет молитву глава семьи, а остальные члены семьи иногда могут вести молитву, или это должен делать только ее глава? Видите, вот как ответ. Ответ. Я предлагаю нашим, которые здесь все-то... Ну, ты будешь вести вот утром? Нет, не хочу. Не хочу. Но я не могу заставлять, какая молитва, когда не хочу. Володя, ты хотел бы вести? Вы старше, вы ведите. Ну, вот видите как. Надежда Васильевна, ты хотела бы вести? Нет. Ну, все, я всех спрашиваю. Даша, выход один только, я и веду его дальше. Но они считают псалтырь, молитвы. Так, поднимите обратно. Гатвет. Если у вас таки принято, то это должно быть очень естественно, что глава семьи все знает намного лучше, чем остальные, и имеет больший опыт. Ну, и тогда он должен давать возможность начальствовать в молитве тем, кто может это. Когда у нас бывает, я говорю, молитесь своими словами. Когда начинаются занятия, я все время предлагаю, но меня заставляют. Вот идут занятия в интернете у нас здесь, и Сергей все время на меня, чтобы я завершил молитву. Ну, не буду я тут привлекаться с ним. И когда занятия идут у нас трапезные по воскресеньям, точно так же он. Он начинает перед занятием молитву, а заканчивает на меня. Я на кого-то, кто есть рядом там, ну, ты прочитай там молитву-то, скажи дальше. Так, молитва – это разговор с Богом. Если к вам явится мэр города, то кто с ним будет вести разговор в вашей семье? Рассуждая так, быть может, более развитая жена выйдет на первый план, а может быть, более активная дочь. Только пусть все будет не заезжено трафаретным, стандартным, а открытым, свободным. Постоянно выходите за рамки молитвослова. Обязательно читайте псалтырь на русском языке. «Учитесь молиться и слушать Божий ответ на молитве, что Бог вам скажет». В конце мы и молчим стоим, чтобы хоть что-то расслышать, и Бог на сердце в это время положит. А как вы знаете? Ну, это нельзя передать. Это опыт. Семикратно в день на молитве, когда будешь, то кое-что прояснится. Римлянам 8, 27. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Римлянам 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ну и часто я ставлю какие-то стихи. И вот пишет о вакууме про топоп, это Житие его, я про раскол нынче говорил, когда Никон реформу сделал, а ему противостало вакуум. Его Кондратьев фамилия была, а вакуум Петрович. И вот оттуда взяты из его книги, кавычки открыты. «Воную пору протопопища». «Где это попище?» «Протопопища». «Протопопица, наверное». «Ну, попадья». «А это он протопоп, она протопопица». «Бедная брела». «Брела, брела, да и повалилась». Это он сам пишет. «А посля, то есть потом на меня, бедная, и пеняет, то есть укоряет. Долго ли муки сия протопоп будет?» Их ссылку сосали в Даурию. Представьте себе куда, к Хабаровску. В то время-то что это означало? И я ей говорю, Марковна, до самой до смерти протопопа вакуум. Вот как отвечает. Это пишет теперь старобрящийский поэт. Пишет. «Не бывало длиннее и суровей той даурской метели в голодном огне. Долго ли муки сия еще будут, Петрович? Да, до самой смерти тянулись они. Да, до самой Марковна смерти. Бьет кнутом воевода Пашков. А метель все визжит, все колдует, все вертит. А ты все на ногах за телегой пешком. Здоровенный мужик подгибался и падал. Голод молча рубил и рубил. А ты все на ногах, деревенская баба, и детей прижимаешь к груди». Только четыреста шестьдесят человек умерли от голода в его войске. Заморил. Так, среди хмурой тайги, среди скальных отрогов и трещин, За двоих, за троих ты несла этот груз. Ты вобрала в себя силу всех обездоленных женщин, Чьими судьбами держится Русь. Разве сила такая плечами измерится? «Вот сраженный цингой распластался стрелец, А ты все на ногах, твое теплое мягкое сердце Бьется тверже железных сердец». «Да, до самой смерти, подруга, Как вкусна была сосен кора, Как брели по камням, как тонули на струге, Как ревела в ночи ангара, Как с узлом на плечах, где вместилась вселенская доля, Ты пошла за обозом, меняя обоз, Чтобы взять на себя эти муки и боли, Эту часть за Христа проливаемых слез. Как ложилась года в эти длинные версты, Как не раз замирал страшный возглас в груди, А ты все на ногах, мимо весей и старых погостов, На прямую черту впереди». Виталий Гриханов. Вот видите, какой хороший, проникновенный, сердечный стих. Устарообрядцев они этой темы касаются, Потому что их предки много потерпели, И так они, вот такой нашелся человек. Вопрос 3714, 25 том открытым оком. «Один из самых широкоформатных вопросов, Который задают обычным священникам, Это вопрос о венчании. Столько же разных ответов на один и тот же вопрос, И столько книжек на эту тему, Что не знаешь, кому верить. Конкретно, можно ли выходить замуж верующей за неверующего, И жениться верующему за неверующей?» Ответ. Это еще не самый заковыристый вопрос. Есть куда сложнее, Когда при нескольких живых и венчанных супругах, С разрешения, конечно же, архиерея, Снова и снова венчают, И потом без чего-либо благословения разводятся. К примеру, брошюрка выпущена «Уж замуж» или «Замуж» или «Замуж» Богушева. «Выходить ли за неверующего?» Беседы со священником по благословению Епископа Тираспольского и Дубоссарского Естиняна, Фавор, Москва, 2002 год, 64 страницы, 15 тысяч экземпляров. Непонятно, кто духовник у женщины, Уже готовы выйти за неверующего По благословению этого инкогнито в рясе. Вот только несколько выдержек Из этого благословенного епископом труда, Основанного на большом и укоренившемся опыте. Притом, я совершенно уверен, Что если сюжет не придуман, Как кинофильм «Остров», То продолжение свадьбы нам уже не увидеть, Хотя вполне прорисовывается «контр сегодня». Кавычки открыты. Смею думать, что дожидалась и я. Дожидалась? Дождалась и я. Умного, доброго, чуткого и любящего, С которым, что называется, Как за каменной стеной. Мы любим друг друга и вполне счастливы, Слава Богу, И собираемся пожениться. Одно только сомнение гложет меня, И сомнение это дорогого стоит. Мой единственный и ненаглядный, В отличие от меня, Человек неверующий. Однако Господь, по великой своей милости, Невзирая на мои прегрешения, Даровал мне доброго пастыря, Мудрого духовного отца, Который всегда был готов с радостью Выслушать меня и поддержать, Словом и делом. То есть она его уже заранее характеризует, Как и неплохо, что связь здесь. Но куда это все ведет? Теперь мы посмотрим. Ответ. Нет, нисколько. Но не будет? Вопрос. Но не будет ли считаться мой брак Блудным сожительством, Если я решусь выйти замуж за неверующего, Зарегистрировав наш брак В государственных органах, Но при этом нас не обвенчают в церкви? Ответ. Нет, нисколько. Церковь с уважением относится к такому браку, В котором лишь один из супругов Принадлежит к православной вере. Ибо сказал святой апостол Павел, 1 Коринфянам 7 глава 14-16 Ибо неверующий муж освящается женою верующую, И жена неверующая освящается мужем верующим, Иначе дети ваши были бы нечисты, А теперь святы. Видите, как осудил он. Потом объясним. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Ну, я читаю дальше еще. Ты еще вот это пропустил. Да я еще то не прочитал. Ага. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? В скобках. Почему? Почему-то стих 15-й, который уже предупреждает о разводе, Был выпущен батюшкой. Именно, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. И далее неизвестный батюшка Амвросий строит доказательства на этом посыле. Про странно рассуждают попа о разных ситуациях. Видно, что приходилось ему в этом русле плыть не одну версту. А вот посмотреть в труды Златоуста или Блаженного Феофилакта. Похоже, так и не удостоился сей чести. А там вот что написано. Кавычки открыты. Ты призван, имея жену из неверных. Оставь ее при себе. Из-за неверия не изгоняй ее. Кавычки закрыты. То есть обе половины были некогда в неверии. Вне церкви Христовой. А потом один из супругов обратился к Богу. Уверовал во Христа. А чтобы выходить за неверующего, о том и мысли не было при перво-христианской церкви. Ибо верующая душа овца, а неверующая волчья суть. Матфея 10, 16. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 2 Коринфянам 6, 15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Дальше. И женщина или девица задает вопрос, который показывает в ней наличие страха Божия. Но делец от религии, облаченной в рясу, со свечкой в руке, туманит мозги ей и толкает в блуд и смерть. Он даже эту главу, послание к Коринфянам, не дочитал до конца. Не поп, а лютый волк. Ну, за это он будет меня любить, священник-то? Нашелся он. Узнал мой такой отзыв. Да он теперь зубами скрижащий. Где бы про меня еще не говорилось, он везде кидается и кусает. Но я-то сказал-то не ради оскорбления, потому что ты совершенно избратил Писание. 1 Коринфянам 7, 39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. И подчеркнуто только в Господе. Только за верующего. По слову Божию. Деяние 20, 29, 30. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И так отвечайте и поп только потому, что боится потерять кошелек этой духовной овечки, обольщенной им. И во всей беседе ни слова не сказал о рождении свыше, о необходимости ей самой вникать в Слово Божие. Он оракул, он глашатай и вождь в очках, который увлекает за собою, толкуя Писание превратно. А этому его учили в семинаре не один год. Он потворствует всем грехам своих прихожан. И задающий вопросы уже влипло в это содружество с неверующим и потому пишет, кавычки открыты, «Да, я понимаю теперь, что меня могут ожидать многие трудности, если я решусь на брак с моим неверующим возлюбленным. Но теперь я знаю, что Церковь не только не воспримет наш брак как блудное сожительство, но и будет молиться о том, чтобы мой неверующий муж был вразумлен Господом и пришел к вере во Христа. То, что я верующая, и воцерковленная православная христианка стала для моего избранника полной неожиданностью. Надеюсь, что Господь поможет мне обратить моего мужа». Кавычки закрыты. Вывод. Доколе не встретилась со священником, у нее был шанс расслышать голос Божий. Но после встречи с батюшкой она полностью оглохла голосу Божию. Поп заменил ей Писание и голос Духа Божия. Не убоялся патриарш и волк ни соборов, ни Слова Божия. Да и не один такой волк в поповском обличье. Итак, Шестой Вселенский Собор, правило 72. Недостойно мужу православному с женой еретическую браком совокупляться. Неправославной жене с мужем еретиком сочетоваться. Если же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо, брак почитать не твердым, то есть его надо разрушить, и незаконное сожитие растургать, ибо не подобает смешивать несмешаемое, не совокуплять с овцою волка и с частью Христовую жребий грешников. Если же кто постановленное нами приступит, да будет отлучен. Отлученых все в церковь его даже не запускает, и все на этом кончилось. Но если некоторые, будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались между собою с законным браком, потом один из них, избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался во узах заблуждения, не желая воззреть на божественные лучи, и если при том неверной жене угодно сожительствовать с мужем верным, или напротив, мужу неверному с женой верную, то, да не разлучается по божественному апостолу, святится муж неверен от жены, и святится жена неверная от мужа. Видишь, какое неверное, то есть неверующее. Ладийский 10 канон, номер. Правило, правило 10, Ладийский собор. Не должно церковным людям без разбора своих детей совокуплять с еретиками брачным союзом. Это не еретики, безбожьи, это еретики, это одно и то же. И так же случается. 31 правило. Не подобается всяким еретиком заключать брачный союз или отдавать таковым сынов, сыновы или дочерей, но допустимо брать от них, если обещается христианами быть. Обещается. Так сначала пусть она примет крещение, а мало ли еще обещается. А муж сидит, скатерку стягивает со стола, посуда падает, и она над ним склонилась. Ну я же говорил тебе, ты же говорил мне, Ваня, что пить не будешь, а он, да мало ли еще по пьянке брякнешь. Вот и все. Еремея 23,11 Ибо и пророк, и священник лицемеры. Вот и все, лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Осия 6,9 Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают и совершают мерзости. Стихотворение Живущим там вещать Христов закон явился Павел в Иерусалиме. И многими в соблазне обвинен, из храма был позорно изгнан ими. Толпа врагов бессмысленно слепа, отступнику потребовала кары, и за собой влекла его толпа, глумясь над ним и нанося удары. Он был на казнь позорную ведом, боец Христов, от грешника как печальник, когда пришел услышавший о том от сотников своих военачальник. С дружиною он появился вдруг, вооружен среди толпы мятежной, и Павла спас из разъяренных рук зачинщиков от смерти неизбежной. И выслушав, он Павла не связал, и говорить он дал ему свободу, но тщетно тот от Господи о Господе вещал погрязшему в неверии народу. Народ шумел, глумясь и крича, он не внимал божественному слову и требовал секиры-палача и лютых мук апостолу Христову. Михайлова. Ольга Михайлова та такая была поэтесса, как называют их, но нет, люди даже сегодня ее и не знают. Дальше. Вопрос 1286, 4 том открытый моком. Кто должен выбирать девушке мужа, а юноше невесту? И какие вопросы задавали? Ну, студенты. Ответ Хорошо бы, чтобы избирал сам Бог, как произошло с юношей Адамом, которому он дал девушку Еву. Бытие 222. Вот так, ответ. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Да кто сосватал-то? Первый сват это Бог. Неплохо, когда это совершают по благословению родителей через хорошего свата, как случилось в жизни Исаака и Ревеки. Бытие 24, 45. Он сказал Исаак и Ревеки и сразу раз в Писание. Люди не ко мне пришли. К Богу. И поэтому я все время два слова и дальше пояснение. Строчка одна. Сразу Писание. Еще не перестал я говорить в уме моем и вот вышла Ревека и кувшин ее на плече ее и сошла к источнику и почерпнула воды. И я сказал ей Напой меня Бытие 24, 58. И призвали Ревеку и сказали ей Пойдешь ли с этим человеком? Она сказала Пойду. Кто сватал ее? Родственник брат ей сказал это дочь. Прекрасно когда в роли свата выступает архангел. Вот еще какие бывают сваты. Тавид 79. И закололи Овна и предложили обильные снеди. Тавия же сказал Рафаилу Брат Азария переговори о чем ты говорил на пути пусть устроится это дело. А о чем они на пути говорили-то? Он говорил что у них есть девушка Сара и она принадлежит тебе но он только пришел посмотрел на нее а он не знал что это архангел идет с ним Рафаил думал что просто наняли человека сопровождать и говорит и что она говорит переговори о чем мы с тобой говорили дорогой-то. так Иаков выбрал себе жену сам Бытие 29-18 Иаков полюбил Рахиль и сказал я буду служить тебе 7 лет за Рахиль младшую дочь твою вот как дорого стоило в Израиле не было того чтобы девушки отдельно появлялись на улице или высматривали себе женихов они всегда находились дома а их будущее устраивали родители а как сейчас у старообрядцев девочки если не замуж пол головы открыты а щуп выставлены кто бы не зашел уже кавычки открыты у вас товар у нас купец с собой парень молодец Пушкин 3 Маковейск 1-15 и заключенные в своих покоях девы выбегали с матерями и посыпая пеплом и прахом головы оглашали улицы рыданиями и стонами заключенные в своих покоях вот они где были ни одна не выходила выбирать жениха могли только родители для своей дочери как правило очень богатой и знатной и красивой на руку которой было много претендентов как у великомученицы Варвары желание дочери спрашивали редко стерпится слюбится 1 Коринфянам 7-37 но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем дуждою но будучи властен в своей воле решился сердце своем соблюдать свою деву тот хорошо поступает у юноши больше возможностей найти избранницу по сердцу заранее что-то узнать о ней это мы видим не только в жизни царей но и самых простых людей ойсей ойсей 3-1-3 и сказал мне господь иди еще и полюби женщину любимую 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 мужем несколько мешков бесчестием и ты ты будешь одним из безумных тебе тебе одну небольшую просьбу не откажи мне и сказал ей царь проси мать моя я не откажу тебе вот как он когда Амнонт этот претендовал на царство но он ему дал жизнь но говорит если только увидел увижу что ты опять копаешь под меня соломон ему сказал ну и тебе ты знаешь что секир башка ну он пришел тогда такой хитрый ависага санамитянка это была красивая такая девушка одна вот как интересно было Давыд страна то не северная же не немцы и он мерз 70 лет было и замерзал но он много в жизни претерпел и понятно где-то и грелку нашли сказали поискать бы красивую девушку и чтобы она ложилась с ним спать но он ее не тронул ну кого тронул то лежал уже полумертвый но писание все говорит это грелка его эту грелку он решил взять Амнонт и он сразу понял что через нее он хочет до него добраться и Соломон сразу ему голову отсек сегодня это очень удобно делать там где есть настоящая община как например у нас юноши и девушки свободно знакомятся работают в лагере или в деревне вот допустим Саша Загуляев познакомился с Галей вот у него тут девушки три девицы мальчик родились и он здесь познакомился в лагере потом обращаются за советом к старшим к священнику и в определенный день священник объявляет их женихом и невестой помолка состоялась по милости Божией у нас не было за 10 лет еще ни одного развода в идеальные браки я не верю их просто не может быть потому что два человека это уже две воли согласно Слову Божию в день бракосочетания воля жены должна исчезнуть и раствориться в воле мужа вот как златоуз говорит вышла замуж превратись в камень чтобы слова не слышал учить не позволяю вот у мусульман это ну настоящих мусульман это соблюдается нам учиться надо у них сегодня дальше учитывая что христианки как правило таковыми становятся в зрелом возрасте они далеки от послушания какое свойственно мусульманкам но жить можно если оба будут молиться и любить господа а мужья будут потихоньку завидовать мусульманам вот ответ какой а почему да потому что никак не сделаешь один ты она ведь сестра непослушна а я еще буду слушать стих и я любил и был любим когда то но это слово без христа мертво и чувствую пред теми виноватым кого назвал отпавшую листвой о годы врачеватели и судьи о память обречающей архив приходят люди и уходят люди и с ними добродетель и грехи и я любил что говорить повинен но пламя чувств не расточило тьму о годы судьи из реки те ныне желанный приговор быть одному и романах роман 93-й год матюшин фамилия его поет который все стонет там белые лебеди белые кресты там белое кладбище вот так и следующую опрос 2823 14-й том открытым оком сегодня стало модно говорить о необходимости иметь несколько детей о демографической катастрофе в России что население ее убывает каково ваше отношение должно быть к этой проблеме наше каково наше отношение должно быть дальше я отвечаю никогда вопрос о необходимости иметь или не иметь детей планировать заранее сколько детей выпустить а скольких убить не было и писание о том не рассуждает бог даст и на этом вопрос исчерпан а слово проблема терпеть не могу 18 тысяч абортов ежедневно в России такова статистика официально известно что в СССР в 1964 году было сделано 5,6 миллиона миллиона абортов большее число абортов только в Румынии 11% от посягнувших на аборт принадлежит девочкам до 15 лет россиян убывают с каждым годом по 600 тысяч человек но это мои данные когда еще было когда я писал книгу в 2002 году нет попозже тут какой год ну да вот так к 2075 году население России не будет превышать 100 миллионов человек неофициальная криминальная статистика намного страшнее некогда фараон покусился уменьшить число израильтян исход 1 1517 царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок из коих одно имя шифра а другой фуа шифра какого-то зашифрованного и сказал им когда вы будете повивать у евреянок то наблюдайте при родах если будет сын то умерщвляйте его а если дочь то пусть живет но повивальные бабки боялись бога и не делали так как говорил им царь египетский и оставляли детей в живых бабки какие были это ну повитухи в домах родильных псалом 106 39 уменьшились они и упали от угнетения бедствия и скорби за годы перестройки в россии сделано абортов примерно 120 миллионов и что сегодня этот лютый фараон живет внутри неверующих не имеющий страх божий да и международное сообщество сделало все необходимое чтобы не было понятия грехе и чтобы разврат был основным удовольствием так почему бы и не быть тому что пришло удовольствие рядом зримо ощутимо а чтобы не делать аборт для этого нужен страх божий а он невидим и невхож что было с израилем то происходит и с прочими народами сколько чеченцев на земле латышей литовцев эстонцев но живут же они при одном миллионе и могут учить других как нужно жить русским бог дал слишком даже щедро всего и не оценили противостали богу и егове и бог сметает их и еремея 9.16 и рассею их между народами которых не знали ни они ни отцы их и пошлю вслед их меч доколе не истреблю их еремея 24.10 и пошлю на них меч голод и моровую язву доколе не истреблю их земли которую я дал им и отцам их пусть бы остаток русских спас обратился к богу уверовал во христа в римлянам 9.27 а исаия провозглашает об израиле хотя бы сыны израилевы были числом как песок морской только остаток спасется мы слышим и молимся чтобы люди обратились к вере потому что люди забыли бога и отсюда все забыли бога и отсюда все старые люди говорили об этом люди забыли бога и отсюда все эти слова сказал Александр Савель Столженицын при получении Нобелевской премии вот откуда безбожие безбожие это уголовный кодекс полностью дальше стих альтернативы и дочери и дочери Разобраны по, срам сказать, гаремам А раньше вариантов было сотни В духах купались, натирались кремом Где из украшенной дачи и коттеджи Машины, сауны, бассейны и курорты Померкло солнце под зубовный скрежет Врага зверел, казавшийся нам кротким Их орды хлынули, границ не признавая И не щадя ни старых, ни сироток В домах, в подвалах рыскали, сновали Я раньше был благословен, не проклят И здесь плену среди гортанных криков И вопли соотечественников милых Впервые стал молиться с тяжким хрипом Уже в огне, насаженной на вилы Бог и Его посетил нас снова Он смерти грешника и видеть не желает Он постучал, все провалилось в прорву О Господи, дай слез, чтоб затушить нам пламя 19.11.05 год От ее стихи мне Господь полагал на сердце Мое стихотворение в пятом году еще было написано И события дня Вот вчера, я попутно здесь вставлю Считался канон Андрея Крискова полностью Один раз в году он считается на пятой неделе в среду И сегодня, кто вчера был на службе Разрешается растительное масло Ну, длинный канон, там мало что понятно Но у нас считалось по-русски и необыкновенно Эти ролики мы записали все И через неделю они будут стоять Два ролика записалось Полностью всю службу записали Как кланялись и считается на русском языке Разбитый на три части Это здесь и больше нигде не было 1200 лет этот канон, и он считался покаянным У нас его возвели на благодарственную третью часть И последнюю третью часть словословия Молитва из трех родов состоит Первая просительная, вторая благодарение, третье словословие И весь этот канон мы считали вчера Именно по три ступени, восходящие кверху Так ролики будут называться Канон Андрея Критского По трем ступеням, ведущим вверх Ну, я говорил, это очень знатный такой день Важный И то, что вчера я по интернету Встретился с человеком Который фактически был врагом номер один И уже один ролик стоит Уже сегодня я выставил его на нашем ютубе Если не знаете, просто зайдите Канал Игнатий Лапкин И больше ничего не надо на ютубе И уже стоит этот ролик Второй будет поставлен к утру завтра Потому что что-то тут не заладилось с интернетом И вы увидите С кем я говорю Я не хочу назвать фамилию, чтобы не придрались Но у нас все-таки разговор получился И то, что случился разговор Это все Сергей Козлов парализован из города Воронежа Какой он умница Достал этого вражину И привел И устроил встречу У того что-то тоже страхи появилось И дальше он спрашивает Ну вы верите мне, что я похавился? Я говорю, нет, не верю И злоба как метр шевеет Я говорю, почему? Я дальше объясняю Вы посмотрите Вот запомните День для меня вчера был очень и очень памятный Бог одержал великую победу Как бы то ни было Ну теперь у нас Хотя бы на словах мир Где-то есть Ну и они только А для чего они это все делали? У них другой мысли нет У меня сломать Чтобы я был такой, как они А вот не говорите этому Ну признайте себя виновным Я все время ему говорю Ну покажи, в чем я виновен-то А не так, что я виноват Простите Христа ради То есть им надо сломать меня Чтобы я это говорил Я не прошу у вас прощения Пока вы не покажете мою вину Назови мне Я у тебя своровал вор Я покаюсь Убил Злословил тебя Ну что ты знаешь-то Покажи где А вот вы говорили Говорил это ответ на ваше Вы бросались как волки Я говорил Я и говорил Вы лютая кодла патриаршая Как стая волков Собак бешеных Меня власть бьет Лагерь разрушает А ты бей его Бей его Ну пырь такой-то Ваши слова Вы говорили, да А теперь что? Если я согрешил Простите Как если? Вас от церкви отлучать надо На 10-15 лет Правила Григория Неокисиаристского С 8-го по 12-е правила Считайте Но вчера разговор Крепкий был тут У вас задачи Никакой нет Меня свалить Ну неужели Вы не грешен опять? Что ты меня трепешь? Грешен, не грешен Ты назови преступление Подай в суд на меня Я за вами гонялся Ваши ресурсы Залазил? Нет А вы у меня взламывали Пакости всякие делали Звонили там В администрацию Меня блокировали Зачем это делаете? Хуже всяких безбожников Поступаете Да еще и священники Вас набралось сколько? А против меня воюют Против меня все воюют А тогда бы у вас было хорошо Вот вы это сделаете И говорите более ласково И у вас не будет врагов Не будет врагов Не будет награды Человек выходит Борьба без правил Или шахматы играют Противник не вышел А какая победа-то? Не будет врагов А это кто желает? Сатана Я ему говорю Вы на меня будете нападать И одним ударом вам Пятерым зубы вышибу Ооо Вот это вернущие Но вы не поняли что? То есть я предам вас Руки Божьи И Бог говорит Сокрушу зубы нечестивым Я просто Простым языком сказал Я чего-то стою Если вас столько везде И в Америке И где только не было бы Только заговорили о ком-то Они сразу Это не о лапке не говорите Терпеть не могут А мне не нужно ваше терпение Я вам сказал Отошел У меня работа Вы вокруг моих ресурсов ходите Ну покажите Где у вас сайт Нет У меня сайт Самый тяжеловесный Во всей мировой сети 50 книг Моим голосом насчитано Фильмы о нас сняты Занявшие первое место На международном киноконкурсе И в России Фильмы государственные Фильмы о православии Документальные Я не артист Не Охлобыстин Не Петр Мамонов У нас есть что на форуме посмотреть Я уж не говорю про Ютуб В Ютубе 6780 роликов Меня голыми руками можно брать 41 книга мои помещенная здесь Я все открыто беру Выбирают оттуда Нападают Я все показываю Я занимаюсь голубями Лагерем детским Строем Пруды Дороги Восстанавливаем деревню У вас ничего нету Вы вокруг моих колокольней Бегайте и мочитесь Как несытые собаки Зачем я вам нужен Отстаньте от меня Я прошу Забудьте про меня Я бы вчера толплю Толку опять Ну тогда еще с вами Выйти нельзя С хорошими вопросами выходи Сложные вопросы По Писанию Я буду отвечать тебе По Библии по святой По канонам церкви По святым отцам По житиям святых Четыре параметра Таких ответов нет Мировой сети Ты не забывай Что мне 78 год А почему я делаю Потому что внутри меня Горит огонь Я вижу эту беду Я патриарха обличаю Папу Римского В ООН писал Я не хочу Но сама рука пишет Скажи им об этом Что их ждет И вчера этот разговор был Говорю Сегодня ролик уже выставлен Один ночью закачивался Там написано Подыскивайтесь под меня Делайте расследование За расследованием И прочее Посмотрите Там может будут называться Даже кто Так все Еще давай Какие-то Еще номерок Я все заранее приготовил Вопросы Считай Такая ремарочка была Да Вопрос 2747 12 том открытым оком Нужно ли признаваться Жене Мужу В измене Если действительно Искренне Хочешь сохранить семью Ну да То есть муж где-то Сблудил А теперь Нужно или не нужно Говорить Ко мне на улицу Приходит человек Видит меня Знает и говорит У меня такая беда Я так хорошо жил с женой И вот он Котел обмывали Я говорю Что он протекал Да нет Это Ну выпивали Ну и проснулся Под боком чужая жена Я говорю Что ты сделал Я домой Прям бегом бежал Прибежал Упал в ноги Плачу Говорю Мы с женой-то жили Хорошо Как случилось Не знаю Что делать Так Достаточно ли покаяться Только перед священником Не говоря о грехе Жене Или мужу Ответ Этого бы не должно быть Среди христиан Но однако Грех обладает силой притяжения Такое слово Запомни Грех обладает силой притяжения И бывает не просто измена А с вывертом 1 Коринфянам 5.1 Есть верный слух Что у вас появилось блудодеяние И при том такое блудодеяние Такое блудодеяние Какого не слышно даже у язычников Что некто вместо жены Имеет жену отца своего Некоторые говорят Это он с матерью жил Так не с матерью Жены Жена его То есть мачеха Если совершенный Совершенный Сей грех Абсолютно скрыт Тогда лучше не говорить Но всей жизнью Своим поведением Доказать Что ты осознал Происшедшее А ты не будь тихим И в услужении С своей половине Только не переусердствуй Чтобы не пало подозрение А чего это он Она Так вдруг стал Прогибаться Уж не было Или там чего Чтобы дух ревности Не обуял Сожителя Число 5.14 И найдет на него Дух ревности И будет ревновать Жену свою Когда она осквернена Или найдет на него Дух ревности И он будет ревновать Жену свою Два раза Когда она не осквернена Там осквернена Дух ревности А здесь не осквернена Василия Правила 9 Правила Василия Великого 9 говорит Женам же обычай Повелевает Удерживать Мужей своих Хотя они Прелюбодействуют И в блуде Суть Вот что Даже если муж изменит Но совета не даем Хотя она может развестись Посему не знаю Может ли Прямо Прелюбодейцею Нарезщийся Живущая с мужем Оставленным Своей женой Ибо здесь Обвинение падет Падает Падает на оставившую мужа По какой причине Она отступила От брака Ибо если потому Что бита Была Дерется И не стерпела Ударов То подобало Лучше претерпеть Нежели Разлучаться Сожителем Если потому Что не стерпела Утрата имения И сей предлог Недостойного Жения Ну пьет там Или проиграл Где-то пошел Ну где-то там Тотализатор Или какой Если же потому Что муж Ее живет в блуде Наблюдения сего Не имеем В церковном обычае Ну и от неверного мужа Не повелено Разлучаться Жене А пребывать с ним По неизвестности Что последует Что последует С выражением считай То есть Еще не знаешь как Я знаю таких Которые в самом деле Муж изменял А жена претерпела А потом он одумался И жили И дальше Детей плодили Почему ты знаешь Жена Не спасешь ли мужа Или ты муж Почему знаешь Не спасешь ли жены Первое Каинтонам 7-16 Это говорит Василий Великий Приводит местописание Павлова И далее Почему жена Оставившая своего мужа Есть прелюбодейца Если перешла К другому мужу А муж оставленный Достоин снисхождения И сожительствующая С ним Не осуждается Вот это вообще Непонятно И как так может быть Дальше Если же муж Отступив от жены Возьмет иную То и сам Он есть прелюбодей Потому что Вынуждает ее Прелюбодействовать И живущая с ним Есть прелюбодейца Потому что Отвлекла к себе Чужого мужа Вот И дальше Правило Василия Великова 34 Жен Там 10 лет Стоять 10-12 лет Там разные Эпитимии есть Почему А муж Что заметит Это что тебя За что А он ревнив И может убить ее Поэтому ей Разрешалось Стоять до конца Со всеми Но не причащаться Эти 10 лет Как мудро Все таки Это в церкви Церковь Это как Любящая мать Карфагенский собор 52 правило Гласит На всякого Жекающегося Если преступление Его было явное И гласное Смущающее Всю церковь Да возлагаемы Будут Рука В притворе Храма Его останавливать Уже в храм Только заходят Остановить Ты блудник Стой здесь А вот Которые сейчас считали Это Василия Великого Правила 34 34 Запомни Подряд идет 34 Где вот такое Снисхождение Дает Стоять с верными Но не причащаться А муж Это не всегда бывает И он ее не знает Что Она причащалась Или нет И дальше Прихоть Она и при бедности Может ужиться Желает добыть Что узрел Мимолетно В прикуску Как будто безвредно Но это большая ошибка Рождается злобная зависть Но как бы в нагрузку Живи неприхотливо В том и застанут врасплох Привычная смерть Или вор злободневный Совсем обеднеть К сожалению Так и не смог На бедность Истратиться Было не лень бы Вы поняли Какие слова Не надо смеяться И внукам Показывать пальцем Что вера меня довела До бесславной получки Зато за чужое Не мог никогда Я попасться Спокойная совесть Что может на свете Быть лучше Искать своего То есть пользы Своей неоглядно Кто знает такое Пусть выйдет Меня обличит С корыстью поповской Не сяду На поле Что рядом Голодным не спал Хоть без масла Свои калачи А что скажи себе поповской Не сяду на поле Что рядом Это означает Даже на двор С тобой не пойду В одно место Какое презрение К воровству Своенравности Кольца на срезе Толстеют Они в обличении За пьянство Обжорство Что стал двойником У подушки С постелью И чувствовать стал Что кровать Не по росту То есть Распирает Ну а чего Блуд И излишний вес Вот этого человека И сон Это в обнимку идут Лишний человек Спит и прочее Вот об этом говорится Куплет Прочитай еще раз Какой? Вот этот вот? Да Своенравности кольца На срезе Когда срезаешь дерево Пилишь И там кольца Сколько лет этому дереву Ты понимаешь О чем говорится? Конечно Конечно Своенравности кольца На срезе Толстеют То есть Одно это уже кольцо Расширяется Дольше и дольше В блуде А не в обличении За пьянство Обжорство Что стал Двойником У подушки С постелью И чувствовать стал Что кровать Не по росту Прихоть Всегда настоять На своем Кому из друзей Может нравиться Старая упертость Пальцы И те Выпирают С упреком Вдвоем Себя восхваляют А не в упряжке С пятеркой Пятерка То есть Пять пальцев тянут А тут уже Не один пальцем На другой Покат А двумя уже Показывают Глаза тыщут Это стихотворение Сколько в нем скрыто Послушно В смирении Советы святых Прижимать Совсем соглашаться Что Библия Нежно предложит Душой с Моисеем А значит Для прихоти Будет резня Отречься себя Свою я Под Саван Саван На смертное ложе Что такое саван Ну это С мертвых облака Влекает И дальше Борьбе с эгоизмом Нет счета сражением Где проигрыш Часто сойдет за победу Осмеян Подверженный Стал Пересудом Мишенью Его чувствование Слитно С крестовым желанием По всем векселям Безотрадно За прихоть плачу За диких ослиц Где от юности Прыгал со слами Это я написал Это мои стихотворения В пятом году Двенадцатого апреля Вот у меня таких стихотворений По девять куплетов Три тысячи Четыреста шестьдесят семь За девять лет написаны По девять куплетов Три шесть строчек И ни одной помарки Нигде нету Так не пишутся стихи Это не стихотворение Это проповеди Большие проповеди Все, Игорь Иванович Все, да? Да Ну вот на сегодня Как бы все Мы сейчас отходим И сразу после этого Будем начитывать Новый завет Толкования Если кто хочет Может остаться Я сейчас отключу Никита, готов?